Попасть на презентацию первой книги Анатолия Гладыщука в рамках цикла «Замок Берестейский» оказалось не так просто. Желающих увидеть автор и задать ему свои вопросы было так много, что посадочные места были разобраны в первые минуты. Уже не одно десятилетие Анатолий Гладыщук трудится в Брестском государственном техническом университете. Кандидат физико-математических наук, профессор кафедры физики, продолжительное время занимается изучением истории. Сегодня он рад поделиться своими наработками с теми, кому интересна судьба своего края, с теми, кто увлечен бытом, традициями и культурой прошлых лет. Я подштурховываю молодых людей, в первую чергу историков, навуковцев, заниматься этой справой. Мой возраст уже не дозволяет ей заниматься, но я их подштурховываю. И я не повинен не только заниматься, а активно заниматься, потому что мне легко жить в таким судовом месте, как наш город, и не ведать про его собравную историю. «Замок Берестейский» книга «Первая. Русь» – издание, рассказывающее об интересных фактах биографии города над Бугом. Публикации монографии предшествовала большая кропотливая научно-изыскательская работа. На исследование темы Анатолий Гладущук потратил немало лет. В итоге получилась книга актуальна и интересна даже тем, кто не знаком глубоко с историей Брещины. Такой литературу зараз вельми не шмат. На жаль, по-перше, это такая старожитная история, которую, ну, не как мы все забылися. И не глядячи на то, что эта история у всего лишь у неаким сенси Берестейского замка, это минавидая история у всей Беларуси. «Русь» – это некая такая мозаика, и когда мы видим дробные участки мозаики, мы видим огромную всю историю. И тому минавидая эта книга у всей Беларуси. Я вельми всем радую ее почитать. «Русь» – это лишь первая часть научной трилогии «Замок Берестейский». Уже совсем скоро с типографских станков сойдут два других тома – «Литва» и «Республика». Познакомиться с первым изданием увлеченные краеведы могут уже сейчас. Экземпляр новой книги пополнил Литературный фонд областной библиотеки.